Добрый вечер, товарищи! Вот и прозвучал сигнал, и самая вера соблаться! В этот вечер не было слышно выстрелов революционных орудий «Авроры». Однако повсюду в театре звучали современные лозунги, и зрители, прежде далекие от революционных настроений, стали не просто гостями театра, а настоящими участниками действа, погрузившего их в далекую историю на целый век назад. Напомнить об этом событии, о революции, но это не главное. В любом случае это для зрителя делается, это игра, это привлечение какое-то внимание зрителя, помимо спектакля, иным способом познакомить, я не знаю, с закулисьем. Вы находитесь в агитпункте. Здесь мы с вами будем создавать новую партию, которая поведет нас к светлому будущему в искусстве. Для молодежи, читающей о событиях Октябрьской революции только в книгах, примерить на себя смелые образы революционеров оказалось не так просто. В агитпункте участникам предстояло создать целые партии с лозунгами и предвыборными обещаниями, и смело заявить о себе. Мы – театральная стрела революции! Хорошо! Давай! По-моему, надо чуть-чуть изменить, а не так. Это очень познавательно, интересно для молодежи, это что-то новое, то, чего не видели мы до этого. Ночь искусств позволила участникам зайти туда, куда в обычный день зрители ни за что не смогли бы попасть, и где даже актеры не бывают – в подвал драмтеатра, где развернулась подпольная типография, и названные революционеры смогли изобразить на плакатах свои броские требования. Что там стипендия? Ой, Ваня, у вас что стипендий нет? У меня нет стипендий. Известные революционные картины удалось восстановить благодаря искусству перевоплощения. Надев шубы и папахи, взяв руки шашки и ружья, участники ночи в театре смогли не только морально, но и внешне стать похожими на людей, кто сто лет назад совершил один из самых важных переворотов в истории России. Пилу прям вперед надо. Пилу прям. Вот так вот. Вот, 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 вот. Владимир Ильич. И Владимир Ильич, вот, вот. Не только в ссылках, эмиграции, подполье готовилась русская революция. В салонах, поэтических кафе, в редакциях эстетских журналов мечтали о революции, призывали ее. Заключительной частью «Ночи искусств» в театре стал революционный баттл. Стихами поэтов-бунтарей жгли сердца людей участники, вступившие в стихотворный поединок. Сбиваю кулка с шага сваи, бросаю в бубны улиц дроги, Хоть в бору стала эта трамва, и скрестили в плечащие копья. Молодец. Хорошо. На два вечера театр стал революционным штабом. «Ночь искусств» за это время посетили порядка двухсот зрителей. Татьяна Лисогор, Александр Минеев, телекомпания «Канск», 5 канал.